Кто такой Нечаев, понимаете? Вот поэтому и разводился Советский Союз. Ну давайте, подлог, вернёмся к теме, да. Смотрите, публикуется список политзаключённых. Вот два примера. Список политзаключённых, который потом выдвигается манифестантами, потом он, если не ошибаюсь, подтверждается Советом по правам человека. Давайте посмотрим список. Мы же все можем его посмотреть. Там удивительные фигуры есть. Вот, например, там, конечно, Ходорковский. Список ради Ходорковского. Но Ходорковского никто не признал политзаключённым, даже Европейский суд по правам человека. Это не так. Это чисто политическая борьба. Вот, скажем, есть Михаил Пулин, нацбол, и, видимо, поэтому он включён в список политзаключённых. Он ушёл из кабака, не заплатив на основании тезиса «не буду... всё бесплатно». Его пытались взять, он подрался. И у него в кармане, случайно, оказалось три пакетика героина. Он подрался, его привлекли за хулиганку, он оказывается в списке политзаключённых. Понимаете? Да, не оказалось, да, без героина. Просто героин же всем лень почитать. Это вы подбрасываете героин прямо в студию? Я нет. Ну, мне нравятся ваши технологии. Обожаю просто. Я-то нет, я со старой школы. А вот, ты нешься про героиня системы. Если не нацбол, а член Единой России с кем-нибудь поддерётся в кабаке, будет ли он узником совести? Вот у меня тоже вопрос. А дерутся? Есть серьёзные дела. Мулат Гаянов, узник судов. У вас член Единой России в Рязани сбил двух мотоциклистов насмерть. Активист у вас недержание, Геннадий Иванович, позвольте рассказать, взять и поплотнее, да? Активист движения Хизбута Крива. Это известное экстремистское движение, принятое, признанное у нас экстремистским, во многих странах признанное экстремистским, которое ставит своей целью изменить политический строй в стране и сделать нашу жизнь основанной на шариате. Всеми признано, что это экстремистское движение. Наши коллеги... В списке потрясаемых на площади. Можно задать, потому что время. Да, пожалуйста. А, сейчас ещё 10 секунд, да. Значит, последнее. Лига избирателей, которая не признаёт выборы на основании того, что она сделала выборку, 5000 участков, и говорит, смотрите, за Путина 53%. Из 95%. Из 95%. У меня... Но выборку можно сделать любую. Спасибо. Время. Время. Начинаем. Трение с народа. Слово господину Сванитта. Политическим заключённым относятся ещё десятки и сотни тысяч жертв рейдерства. А рейдеры, те люди, которые сидят по рейдерскому заказу, это фактически жертвы системы. То есть, это политические заключённые. И давай брать-то зачем? Сотни тысяч людей. И я за это. Значит, оранжевые... Тоже у нас политические заключённые. Где смешные случаи, которые вы привели, это не самое характерное. Вот эти сотни тысяч, это характерно. как сервер разоблачил собачьего. Оранжевая революция, дорогие друзья, оранжевая революция, это пустая страшилка. Все страны развиваются по-своему. И нет универсальных технологий, которые позволило бы по щелчку, по заказу, против воли народа устроить бучу в любом месте, где захочешь. Нет таких технологий. Но мы знаем, в своей истории, на своей шкуре испытали другие технологии. И мы знаем, чем чревато противопоставление большинства меньшинству, и чем чревато преследование инакомыслящих. И сейчас такое впечатление, что если... Кстати, церковь очень хорошо в курсе. Она испытала на себе в полной мере вот это давление при советской власти. И сейчас под робкий, нежный лепет угроз про оранжевую революцию, мы рискуем не просто топтаться на месте, а откатиться далеко назад в изведанное нами, к сожалению, прошлое. Слава господину Писелёву. По просторам интернета бесконтрольно гуляет кусочек текста, который блогеры бесконечно там перепостят друг к другу. Авторство приписывают русскому философу и писателю Василию Васильевичу Розенову, который умер голодной смертью в 19-м году в чужой квартире. У самого Розенова действительно есть что-то похожее, но я хочу процентировать результат народного творчества, некий литературный винтаж. Мне он кажется более тёплым. Вот, пожалуйста, как это звучит. Если можно на экран, да, насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть своим мехом подбитые шубы и возвращаться обратно в свои уютные хоромы. Но шубы оказались украденными, а хоромы сожжены. Вот, собственно, результат деятельности, который может оказаться у креативного класса, который раньше называли интеллигенцией. Но это красная революция, это к Проханову. Да, это цикл, который не хотелось бы, чтобы Россия прошла ещё один раз. Да. Спасибо. Результаты голосования страны вы видите на своих экранах. Сегодняшнее заседание подошло к концу, а исторический процесс продолжается. Давайте мы... Давайте мы... субтитры создавал DimaTorzok